Приветствую всех друзей и сочувствующих на линии Григорий Комов. Я натянул на голову модную кепку, а значит хочу поделиться с вами актуальным и наболевшим. Много раз в своей жизни я слышал фразу Какая нафиг депрессия? Вы думали себе всякого модного, чтобы отлынивать от работы? Вот у твоей бабки не было никакой депрессии, когда она после войны подняла десятерых детей Одна на своих плечах без мужа и ни разу даже не пискнула, жила, радовалась и так далее. Как будто бы эта мантра или ее вариации разной степени грубости должны каким-то волшебным образом по щелчку пальца за мгновение отменить все мои эмоциональные расстройства и все мои так называемые негативные эмоции. Живи, не пизди и наслаждайся. Вот это несоответствие с жизнеутверждающим позитивным нормам бытия вызывает чувство стыда, вины, никчемности и какой-то фатальной непричастности себя к такому хорошему, прекрасному человечеству вокруг. И снова вспоминается песня Егора Летова «Хорошим хорошо, а хуевым хуево». Вот и думай после этих слов, каково тебе, каков ты и почему все именно так. Очевидно же, ты ленивый, бесхребетный, избалованный, попросту хуевый. Вот причина всех твоих неудач. Оглянись вокруг. Он, твой коллега, взмывает вверх по карьерной лестнице. Твой одногруппник уже устроился на практику в Google. Да, мыть полы и хуи сосать, но это не важно. Москва ведь не сразу строилась. Чего-то же надо начинать. И все вокруг такие хорошие, лезвые, быстрые, живущие вперед граждане. А ты вот один такой мудак. Возьми себя в руки, тряпка! Сотни раз я слышал нечто подобное. От разных слоев сограждан, разной степени ума и кровной близости. И раньше я пытался защищаться, оправдываться, парировать, убеждать себя в реальной необходимости бега по этим дорогам жизни, но с переломанными ногами. И после подобных пробежек я хуже замыкался, закрывался дома на несколько месяцев. Исключал вообще любое взаимодействие с внешним миром. Ну, кроме каких-то жизненно необходимых вещей. Я все время спал. Я помню, что это такое состояние, когда просто невозможно подняться с утра, когда настолько хуево и пусто одновременно, что не можешь пошевелиться. Когда нет сил сходить даже в душ. Ты понимаешь, что уже воняешь, но все равно не можешь встать. И самое плохое, что можно сделать в такой ситуации, это в очередной раз себе соврать, найти силы, выскрести их по сусекам своего эмоционального амбара, вскочить с кровати и снова заставить себя бежать, покорять вершины. Заведомо зная о неизбежном провале, потому что вот эта пульсирующая, незалеченная бездна, она все равно будет медленно всасывать обратно. И следующее падение будет еще больнее. А в какой-то момент можно и не вернуться обратно. Суицид, одномоментный или растянутый во времени в виде алкогольной или наркотической зависимости, это у всех по-разному. Я знал таких людей. И потом было чертовски больно, больно присутствовать на их похоронах, наблюдать тотальный шок родителей, хоронящих своего ребенка. С другой стороны, у самого в подростковом возрасте тогда начинало чесаться, может, приходили мысли, может, ну, нахуй, зачем дергаться, когда можно перестать дергаться, причем навсегда. Но это не мой выбор, сейчас я это понимаю. И самое главное, что вот эти вот отравленные капанье в уши на тему подними жопу, сделай что-нибудь со своей жизнью, давай вперед, беги за счастьем, крути, верти, хоти. Хочется сказать вот таким вот говорунам, отъебитесь, отъебитесь от человека, не помогут ваши толчки, тычки, укольчики. Может быть, стоит спросить, кто что чувствует, поделиться переживаниями, узнать о переживаниями близкого, с которым ты общаешься, за которого переживаешь. Хотя бы просто выслушать и побыть рядом не в роли охуенно бодрого спасателя-советчика, а просто как близкий, заботливый, небезразличный, любящий человек. И, к сожалению, как показывает практика, большинство моих сограждан попросту не умеет этого делать. И это тоже не их вина, просто с ними никто так себя не вел. К их чувствам никто не был внимателен, никто к ним не прислушивался. И все вот это говно тянется из поколения в поколение. Я хочу пожелать всем нам сломать эту цепь, разбить эту порочную связь, быть эмоционально осознаннее, теплее, добрее к тем, кто нам дорог. Я желаю, чтобы рядом с каждым из вас в моменты боли, тоски и отчаяния, чтобы рядом с вами был кто-то, кто примет вас с этой болью, не отвернется. Чтобы вы чувствовали, что вы не один на один со всем этим метафизическим экзистенциальным говном. Берегите друг друга. Пока.